По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Программа «Разворот» в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего «Разворота» на удаленной связи глава латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Здравствуйте, госпожа Ванага. Здравствуйте. Чуть громче попросим вас говорить, возможно, чтобы мы вас лучше слышали. Итак, ну, наверное, главная тема образования, она сопряжена, конечно, с коронавирусом. Вот сфера образования также очень болезненно и чувствительно переживает всю эту пандемию. И вот вчера поднимался в парламенте в Саиме вопрос об использовании масок учениками младших классов. И получается так, что правительство приняло решение, что с нового года младшие классы должны использовать маски. Это вызвало очень большое недовольство среди родителей и жителей Латвии. И вот собраны, в рекордные сроки причем собраны эти подписи на портале Manabal.slv, и уже парламент призывает правительство пересмотреть это решение. Какое ваше мнение, какую позицию профсоюз учителей занимает по этому болезненному вопросу масок в младших классах? Да, конечно, мы как профсоюз тоже были приглашены на заседание комиссии, которая рассматривала этот вопрос. И мы как профсоюз тоже сказали, конечно, безопасность, здоровье – это на первом месте. Но все-таки надо иметь в виду много разных факторов, и практические, и психологические, как реализовать это решение правительства. И да, для нас очень важно безопасное здоровье нашего члена профсоюза, педагога. Но с другой стороны, мы тоже привлекли внимание над тем, почему и корректно ли такую ответственность поставить на плечи педагога, если мы знаем, как ведут себя дети в маленьких классах, да, и это поведение, ну, это невозможно справиться одному педагогу, если ты вместе один с 25 или 30 детьми с 1 по 4 класс, и ты один, и самый ответственный за то, чтобы эти дети правильно использовали маски. И нету там таких вариантов, чтобы был какой-то помощник для педагога, да, или поддерживающий персонал. А самая большая ответственность на того человека, который проводит очень много часов вместе с этим ребенком, да, и поэтому, если нету, ну, такого еще дополнительного поддержки, это некорректно, да, и потом, как будет себя чувствовать педагог, если кто-то все-таки из детей заболеет, или, ну, и представители, ну, или его, или, ну, брат, или сестра, или кто-то из родителей, да, в семье. И это очень-очень большая психологическая нагрузка и ответственность на педагога, да, и тоже не думают хотя бы о таком факторе, как реализовать учебный процесс нормально, если педагог с маской, ученик с маской, 6 или 5 часов, если 30 учеников, это 90 квадратных метров, но профессиональная специфика требует, чтобы, ну, коммуникация была устная, да, и много-много там мнений выразили и психологи, да, с такой, ну, со стороны, ну, как это влияет все-таки на победение ребенка, и как практически реализовать учебный процесс, по крайней мере, мы считаем, что надо искать тогда другие пути, как реализовать учебный процесс, но не подставить под такой угрозой и тоже педагога. Вот по поводу других путей, вы очень все логично говорите, что, с одной стороны, невозможно ребенка заставить, маленького ребенка заставить носить маску постоянно, тяжело осуществлять учебный процесс из-за этого, об этом говорят все недовольные этим решением, с другой стороны, вы говорите о том, что здоровье, прежде всего, это то, о чем уже говорит правительство, принявшее это решение, эпидемиологи, ну вот, а какой выход-то в таком случае есть у вас конкретно, вот вы сказали, другой путь, какой-то компромиссный вариант, который вот сумеет обе эти стороны как-то свести к единому чему-то? Да, мы, по крайней мере, тоже выразили, например, такое предложение, чтобы было оперативно эти тесты, тесты для слюнь, да, чтобы можно было более оперативно понять, да, ну, кто заболел, да, и чтобы не было больше этой угрозы, например, хотя бы сократить, ну, уроки, длину уроков, да, или эти три квадратных метра, тоже об этом спор, почему не 3,5, почему не 2,5, ну, какая-то польза от этого тоже есть, может быть, если обеспечивает эти три квадратных метра на ученика, тогда, может быть, можно все-таки обойтись без этой маски, да, ну, хотя бы вот такие варианты, но никто до этого, да, даже не согласился, ну, обсудить, ну, еще, да, такие решения, ну, хотя бы вот такие, да. То есть, подводя итог, получается, ваше контр, назовем это, предложение, это проводить тест каждого, кто заходит в школу, это сокращение часов урока, то есть не 45 минут, да, там, сколько-то, 30, наверное, и это, значит, неиспользование маски, если сохраняется дистанция, правильно понимаю? Ну, по крайней мере, это как варианты, мы не, я не хочу сказать, что мы самые, ну, такие корректные, самые правильные предложения, да, выдвигаем, это, конечно, надо обсудить с экспертами, ну, с экспертами, ну, со сферой, да, эпидемиологами, да. Да, эпидемиологи, но если есть страны, которые все-таки не выбирают этот путь, чтобы была и маска для, ну, учеников маленьких классов, тогда же они тоже анализируют все-таки все эти риски, да, и не хотелось бы, если бы мы были единственные, которые бы не соглашались с чем-то подобным, да, но это не так, потому что практика доказывает, что разные пути выбирают и европейские страны, и, по крайней мере, ну, дети, дети, это, это, ну, хотелось бы сказать, что это последняя группа, ну, такая группа, да, над которой надо было вот такие и такие требования выдвинуть, и если мы сами, как взрослые, да, не можем соблюдать разные правила и вовремя, да, и можно было принять и другие решения, чтобы, ну, все-таки из-за рубежа не могли приезжать к нам и покупать товары у нас, у Латвии, все-таки эти люди приезжали из стран, где ковид распространение более выше, чем в Латвии, да, и разные мероприятия вовремя правительство не принимало, а потом кто терпит? И, как мы видим, с каждой недели, когда принимали разные эти меры, да, чтобы уменьшить распространение ковид, все время какие-то новые идеи касались школ, и школы все это довольно четко соблюдали, ну, с какими-то, да, ну, немного таких было, кто, у кого-то, ну, кто-то не понял, не сделал, да, не реализовал решения правительства, но это некорректно, всю нагрузку ставить на сектор образования, и не думая, смогут, и как они будут это все реализовать. Просто я не хочу выступать адвокатам правительства, но сфера образования – это та сфера, которая подразумевает скопление людей, наверное, поэтому она является такой чувствительной. Знаете, тут я позволю с ней согласиться, потому что распространение, это на пятом или шестом месте уже были школы, да, это, ну, показатели уже, статистики, ну, доказали. Вот вы упомянули, что в других странах, по-видимому, вы как-то, ну, там, исследовали, если так можно выразиться, как это все реализуется в других странах, хотя бы Европы. Можете привести какие-то примеры, может быть, удачного или более эффективного, вот, более эффективной работы в школах с образованием вообще? Знаете, нет, к сожалению, мы такую статистику не анализировали насчет как особо в секторе образования, да, мы только в нашем распоряжении та информация, которую, ну, предполагает Министерство здраво-безопасности, да, и, ну, мы видим, что, ну, в Латвии, да, принимают решения, они, конечно, смотрят, что происходит в других странах, но всегда как-то забывается, что надо иметь в виду специфику тоже в Латвии, да, хотя бы в школах, это квадратура, когда приняли решение насчет трех квадратных метров. В других странах совсем другие требования для хигиены, которые в Латвии никак не могут вести, да, в других странах система вентиляции совсем другая, да, как у нас в Латвии, это очень большая проблема даже в новых школах, которые построены, да, и вот разные такие аспекты, и нельзя так однозначно перебрать практику другой стороны и вести в Латвии, потому что надо считаться тут с реальной ситуацией, да, или насколько удаленно реализовать учебный процесс, как другие страны принимают, да, эти решения, как нам это все сделать, реализовать, если по расчетам организации и самоуправлений, у них довольно четкие, ну, да, эти данные, да, они опрос ввели, не хватает около 84 тысяч, ну, компьютеров, да, или, ну, веб-камер или микрофонов, как это все реализовать, а решение неумное принять, но это недопустимо, что будут продолжаться учебный процесс удаленно на счет педагога, да, потому что он тоже должен это обеспечить, от него требуют, но не хватает все-таки, да, всех этих инструментов, чтобы это все реализовать нормально. Да, Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза учителей у нас сейчас в прямом эфире, нам можно написать сообщение в WhatsApp 2306191, задать вопрос или комментарий. Вот по поводу, да, удаленного обучения, потому что для учеников средних и старших классов именно в таком формате учеба происходит уже довольно длительное время, и вот главная проблема, это, как я понимаю, отсутствие действительно компьютерной техники, в первую очередь самих компьютеров, в регионах эта проблема остро стоит, вот вы как ее вообще видите? Понятно, что вся ответственность, по всей видимости, вами возлагается на правительство, ну, как на главного организатора всего этого, ну, что с этим вообще можно сделать, если просто нет этих компьютеров, вообще как реализовать это удаленное обучение? Ситуации разные, и довольно многое зависит от руководителя или от директора школы, да, и от возможностей самоуправления, потому что есть школы, которые уже летом, ну, готовились, да, к этому, ну, к новому учебному году и поняли, что будет вторая волна COVID-19 распространения, и действительно, есть школы, которые очень хорошо подготовились, и технологии доступны, и купили, да, вовремя, но есть, к сожалению, самоуправление, где не хватает денег, они понимают ситуацию, но не хватает просто физически денег, чтобы это все обеспечить, и не хватает технологий не только дома у школьников и у педагогов, но не хватает и технологий в школах самих, и поэтому мы считаем, если есть данные очень, да, это на прошлой неделе или на позапошу, прошлой неделе организация самоуправления эту статистику опубликовала, тогда почему мы не можем найти оперативно деньги, чтобы эту проблему решить, и у нас есть в нашем распоряжении в Латвии, да, около трех миллиардов, трех миллиардов деньги Севросоюза, чтобы решать проблемы, которые связаны с COVID, и почему быстро, всегда очень быстро находятся деньги для Аербалтика, для дорог, для сельского хозяйства, там тоже надо, но тогда, если мы можем очень быстро и оперативно найти деньги для этих вопросов, для решения проблем в этих сферах, тогда почему всегда надо сектору образования и науки настолько бороться, да, если мы не можем при сегодняшней ситуации позаботиться о наших детях, о наших студентов, тогда о чем мы вообще можем в этом государстве позаботиться, если мы понимаем, какая роль образованию, качественному образованию и особо при ситуации, когда удаленно учимся, если мы не можем обеспечить нормальные процессы учебные из-за того, что просто технологий не хватает, да, но это уже политическая, ну, как сказать, ну, приоритеты, мы просто видим, какие приоритеты в реальности. Ну, вы видите, у вас определенная коммуникация с тем же министерством образования происходит, вы наверняка эти вопросы, вы имеете возможность задать эти вопросы, и вот что касается вот этого вопроса, выделения средств, то, что вы раньше предложили идею, например, изменить там тесты, вот то, что вы рассказывали, сократить уроки и там не использовать маски, когда хватает дистанцирования, что на это отвечает вам министерство образования, есть ли какой-то внятный ответ, какие-то аргументы? Да, мы, по крайней мере, стараемся всегда выразить мнение, ну, как решать какую-то одну или другую проблему, да, какие-то предложения, но, к сожалению, мы не получаем возвратной, ну, связь, да, ответы, имели в виду или не имели в виду какое-то предложение и почему, и также мы тоже подали предложение над тем, как помочь педагогам лучше работать, да, какие-то поддерживающие механизмы, работая в такой чрезвычайной ситуации. К сожалению, ни министерство, ни парламент эти предложения не услышали, но мы знаем, что в других странах тоже обеспечивают все-таки такие, ну, какие, ну, есть поддержка больше, и мы знаем, что в Латвии для других профессий тоже есть, но как-то получается так, что, опять-таки, система, сектор образования, ну, должен тратить очень много времени для того, чтобы доказать, что это очень важно и что тут тоже нужно, ну, быстрее и оперативнее реагировать и помочь. Так что мы свои предложения, мы даже, у нас был опрос весной, три опроса для педагогов дошкольного обучения, для школ и для педагогов высшего образования, да, из этой сферы все эти предложения, распоряжения министерства, почему не имеет в виду, мне трудно ответить, тут, по крайней мере, ну, не зря мы потребовали демиссию министра госпожи Шуплынской, потому что мы видим, как борются другие министры за свой сектор, да, и тут, я думаю, что госпожа Шуплынская может много учиться от других министров, хотя бы вот этот пример, когда она решила повысить требования по качественным показателям и по числу ученикам, и если это не исполнит школы, да, сейчас в этой чрезвычайной ситуации, тогда она угрожала, ну, полагалось, что уменьшится зарплата у педагогов на 20% следующего года сентября. Ну, о какой сотрудничестве мы можем говорить? Мы, по крайней мере, требуя эту демиссию, решили эту проблему, да, и она изменила мнение, но чего это требовало? Тут мы, четыре организации, да, на это вышли, и это только показывает, что министр, она не борется за сектор и особо, когда вот такая ситуация и в Латвии. Ну, не только в Латвии, да, в ковиде. Не было демиссии, отставки, мы поговорим еще, я вот еще все-таки хочу понять, получается, что со стороны министерства это можно назвать игнорирование, они ваши вопросы вообще никакого ответа на них не предоставляют? Или как, или какие-то все-таки ответы есть? Какие-то все-таки есть, да, они не так, чтобы мы вообще не считались, да, с профсоюзом и с другими организациями сектора, и это, можно сказать, считается и имеет в виду какие-то, да, эти одно или второе предложение, когда вот мы начинаем более агрессивную коммуникацию. К сожалению, нам бы надо было сейчас сотрудничать больше, чем в предыдущих периодах, да, потому что, ну, ситуация такова, какова есть, и надо было бы оперативно искать компромиссы и решения для разных проблем, и быстро их найти, да. Но нас услышат, и не только нас, 13 организаций подписали письмо, чтобы министр улучшила диалог, ну, с организациями, которые представляют интересы образования и науки. И это что-то все-таки показывает, что это не проблема только с нашим профсоюзом, но и с другими организациями, да, и, по крайней мере, слушается тогда, когда мы уже начинаем, ну, вот требования демиссии, тогда уже какие-то изменения мы видим, что начинает хотя бы часть каких-то требований исполнять, но это только при ситуации, когда ты уже потребовал демиссию, а до этого, когда ты нормальным путем, конструктивно, профессионально, спокойно, мирно, мирным путем, ну, выражаешь эти предложения, и не только мы, и только, как профсоюз, но и другие организации в одинаковом мнении, да, на решение какой-то одной или другой какой-то проблемы, тогда, ну, не слышат. А еще одно такое ноу-хау, можно сказать, минобразование, господин Шуплинский, предложение, с которым они выступили, это разделить учебу на две смены. Я так понимаю, что вы тоже критически смотрите на это предложение. Почему? Наше мнение таково, может быть, в какой-то школе это можно реализовать. Надо иметь ситуацию индивидуально, на месте смотреть, потому что педагоги, очень довольно много педагогов работают и с маленькими классами, и с большими классами, и это полагает, что он будет работать с раннего утра до позднего, ну, до вечера, да. И еще... Они тоже выразили мнение, что родители могут выбирать, учится ли ребенок в школе, да, или учеба проходит удаленно. И это тогда значит, что еще третья нагрузка, да, ты должен работать... И сейчас уже в реальности была ситуация до каникул, да, что есть дети с первой по четвертый класс, которые часть учатся в школе, и часть удаленно. Это двойная нагрузка для педагога. И если такая ситуация будет, ну, как согласно с идеей госпожи Шуплинский, это полагает то, что еще больше нагрузка будет для педагога. И никого это не интересует. И когда мы говорим, ладно, все понимают, что надо выйти из ситуации. Ученик ни в какой мере не должен терпеть, и надо сделать максимальное. Но хотя бы в каком-то мере, ну, какую-то доплату за такую работу, что повышается нагрузка, стресс повышается, да, растраты повышаются из-за личного бюджета семьи для педагога, к сожалению, да. И, ну, в каком-то мере компенсировать это все, тогда для этого не находится возможность, да, такой. И, опять-таки, это будет насчет времени, здоровья педагога, если такую идею собирается реализовать. И так уже выгорает, не хватает педагогов. А что будет после такой работы, если уже сейчас работают очень многие учителя, 12 по 15 часов. Инга Ванага, глава профсоюза учителей у нас в прямом эфире. Еще раз напоминаю, что нам можно написать сообщение в WhatsApp 2306191. Вот во время первой волны коронавируса в Латвии была реализована платформа Тава-класса, да, довольно-таки успешной. Хотя бы с точки зрения пиара, там были привлечены известные в обществе люди, там, популярные исполнители, которые провели какие-то уроки. Ну, наверное, в большей степени символические, но все же. А вот я не совсем понимаю, она сейчас, то есть это был такой краткосрочный проект, он свернут. Насколько он был успешен, и, может быть, действительно это помогло бы как-то вообще, не знаю, расположить тех же учеников к этой удаленной учебе. Как вам кажется? Удаленная учеба никогда не сможет дать то, что учеба в школе, в классе, да. Эту идею мы как идею, как таковую, мы думаем, что мы считаем как профсоюз, что эта идея довольно хороша, и эту идею оценили и на международном уровне тоже, да. Но исполнение какое, да, мы тоже видим, что если проанализировать, какие педагоги там участвовали, тогда это уже даже ученики оценили, который педагог был хороший, который не настолько и стоило ли, ну, этому учителю там участвовать, да. Вы имеете в виду учителей, которые просто учителя профессиональные или вот эти вот селебрити, так называемые? Нет, учителя, учителя, да. Учителя, да. По крайней мере, мы знаем, что Латвия у нас, как и в каждой профессии, как и в каждой профессии, но у нас очень-очень много хороших педагогов, и поэтому там действительно должны были быть самые-самые, да, лучшие. Насколько я понимаю, что с января будет продолжение, да, что работают над этим проектом, и будет новые, ну, новые, да, там, новая информация, новые занятия. Ну, это, по крайней мере, как дополнительный какой-то элемент, но надо считаться с тем, что сейчас в школах были разные, да, возможности реализовать этот учебный процесс и в классах, и в школах, и удаленно. Это как дополнительный материал, конечно, мы тоже можем сказать, что это очень хорошо, что такая идея реализовалась, но не хватает только, что вот идея как такова хороша, надо и все-таки содержание посмотреть, да, и как это держится вместе и с новым содержанием, и насколько качественно этот проект тоже реализуется. Ну вот, получается, что продлены каникулы для младших классов, и таким образом вот полноценная учеба возобновится, я так понимаю, 11 января, получается, вот. И в этой связи многие уже задумались о том, что будет вообще с окончанием этого учебного года, что мы наблюдали в мае, в июне. Господа Шуплинск поспешила успокоить, что продление каникул не означает продление учебного года, возможно, все будет как обычно. Вот вы, как видите, окончание учебного года в следующем 2021 году весной, удастся ли провести экзамены, как это все должно выглядеть вообще, какой прогноз? Да, сегодня, как раз после нашего интервью будет заседание в министерстве, да, в котором мы тоже уже, как было, одно из наших предложений, чтобы обсудить, как реализовать учебный процесс. Мы очень надеемся, что действительно эти каникулы не будут длиннее, чем на неделю, да, и если это будет только неделя, по крайней мере, мы не видим, что это бы, ну, очень негативно бы повлияло на учебный процесс. Но тут действительно, используя ситуацию, мы бы тоже, ну, такое, как для общества. Ну, пожалуйста, будем следовать за тем, чтобы, ну, соблюдать все эти меры безопасности, потому что эти показатели распространения повлияют на то, будут ли наши дети учиться в школе или удаленно, и каково будет лето, да, которое мы все хотим все-таки, ну, провести вместе, да, и для отдыха, и не сидеть в классах. Надеемся, что не будут радикальных изменений, по крайней мере, сегодня, да, будем обсуждать, как будут, какие экзамены будут, и министерство, ну, я еще не знаю, какая будет информация последняя и актуальная, да, со стороны министерства, но последние разговоры были такие, что экзамены для девятого и двенадцатого класса будут такие, как в прошлом учебном году, да, ну, и тогда тоже обсуждать, что, как реализовать учебный процесс для тех классов, которые учатся сейчас в девятом-двенадцатом классе, и как, как будут процессы диагностировщих девнос, так и здоровье, да, для третьего-шестого класса, и, по крайней мере, то, что мы, как профсоюз, ну, наше предложение будет таково, если вот эти проверки для третьего-шестого класса, чтобы они не были такие, ну, чтобы результаты не были использованы для таких, можно сказать, как бы для репрессий, для педагога или для ученика, потому что это более сейчас, да, конечно, надо посмотреть, как реализовался учебный процесс, но чтобы это не повлияло ни в каком мере на осуждение педагога, потому что разные, разные, ну, разная доступность и технологий, и разные качества интернета, да, скорости, чтобы можно было реализовать разные учебные материалы, особо их не хватает для тех классов, которые реализуют новое содержание, да, и не надо было допустить ситуации, чтобы критиковать потом и семью, и ребенка, да, и учителя, потому что надо понять реальную ситуацию, да, и все риски, и чтобы, ну, по крайней мере, надо, конечно, и анализировать, как, ну, проверить эти все знания, но это на месте школы, не надо национальном, на национальном уровне это делать, и на местах смотреть, как помочь ученику, потому что это понятно, и министерство доказало, что в основном, в уровне основного образования они около 50 процентов, ну, могут выучить то, что надо, согласно содержанию, а в средних школах около 80 процентов, потому что там уже ученики побольше, и они самоорганизация лучше, да, но вот это все, что они не успели выучить, да, или сами, или сотрудничая, да, с педагогами, и где родители еще тоже сегодня уже выполняют роль учителя, особо в маленьких классах, ну, для детей, как эти все, ну, недостатки уменьшить, да, и как эти все темы, ну, выучить, да, чтобы, потому что это потом не влияло на дальнейшие классы, как это все, ну, заполнить, да, и выучить. Да, глава профсоюза учителей Инга Ванга, напомню, у нас в прямом эфире, по поводу высшего образования тоже хочется спросить, понятно, что со школьниками проблема наибольшего масштаба, особенно с младшими классами в контексте вот пандемии, но все же как, насколько успешно вот осуществляется удаленное обучение в вузах, потому что, несмотря на то, что там уже люди более сознательного возраста, но и учеба такая другого уровня все-таки, но и еще интересно было бы, насколько вот происходит это у тех студентов, которые учатся в других странах, многие из них, понятно, они в Латвии остались, там, можно сказать, застряли, вот насколько на уровне вузов это все происходит успешно? В вузах, как мы знаем, уже давно принято решение, что удаленно весь учебный процесс происходит, и там тоже педагоги довольно оперативно, ну, надо было, да, эти все предметы, учебные, да, курсы, обеспечить доступными в разных этих платформах, дигитальных платформах. Это, конечно, повышает нагрузку, конечно, и в этом секторе и студенты, и педагоги не очень рады, что невозможно, да, реализовать, ну, в университетах, учебные, да, и особо там, где профессиональные, ну, программы, где, ну, надо все-таки профессиональные навыки, да, и практику, ну, практику больше реализовать, там это все чувствуется, но то, что, как, если те вопросы, которые связаны, ну, с профсоюзом, за которые вопросы, мы отвечаем, да, за педагога и за научника, который работает в этой сфере, тогда там тоже действительно не хватает технологий, к сожалению, да, очень многие используют свои технологии, да, и работают, ну, из дома удаленно, да, то, что радует, что для студентов обеспечены разные, ну, электронно доступные книги, базы, да, или публикации, это очень важно, и это доступно и для педагогов, и для студентов, по крайней мере, ну, этот сектор тоже старается, старается, ну, учебный процесс реализовать, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но самое главное, чтобы, ну, я тоже используя ситуацию, опять-таки, хотел, если есть какие-то проблемы, или эти связаны в школе, или в вузах, действительно, ну, очень важно в этом периоде информировать, говорить об этом, да, и искать эти решения, и хватает стресса для всех, и для родителей, и для бабушек, и для дедушек, и для студентов, и для учителей, директоров, самое главное, действительно, ну, информировать, да, и если какие-то проблемы, искать решения, друг другу слушаться, и тогда, действительно, и маленькие, и большие проблемы, ну, решаться в каком-то пути, но самое главное, говорить, чтобы была эта коммуникация, и не потерять друг друга удаленно, и когда ты должен эту коммуникацию реализовать через разные технологии, это очень важно. Зарубежными студентами. В нашем распоряжении нет такой информации, чтобы там были какие-то проблемы, то, что вот сейчас появилась проблема, что министерство хотело усложнить процедуру, чтобы студенты из-за рубежа могли тут бы учиться, да, и, ну, такая бюрократическая нагрузка, и это усложняло, усложнило бы то, чтобы, ну, и студенты из-за рубежа тут могли бы учиться об этом, мы уже свое мнение выразили и другие организации из сектора высшего образования, да, и мы считаем, что это, ну, тоже недопустимо, если другие, мы все боремся за студентов, да, и усложнить требования для наших вузов, и если мы видим, какова ситуация в других странах, тогда зачем, опять-таки, да, зачем это нужно, по крайней мере, ну, да, еще вчера такой вопрос, который был такой актуален для вузов, министерство очередной раз не выполнило свое домашнее задание, и они не подали документы в Совете по высшему образованию, и вчера буквально мы спасли всех университетов и вузов, чтобы были деньги следующего года, января, чтобы они могли реализовать свою работу, повседневную работу, да, ну, вот такие разные, да, проблемы, но они, ну, как сказать, благодаря, ну, какой-то, ну, мере, то, что мы следуем активно за процессами, ну, как-то решается, но, по крайней мере, чувствуется опять, что министерство, ну, это отношение, ну, не меняется на благо сектор образования и науки, к сожалению, да, вот всякие такие проблемы, они ухудшают ситуацию, но надо было бы наоборот. Вот по поводу демиссии все-таки вы потребовали, выступили с требованием отставки госпожи Шуплински в начале декабря, хочется понять, вот это вот требование, оно носит больше какой-то символический характер, то есть просто появляется вот в публичном пространстве эта информация, которая там дискредитирует министра в определенной степени, или она, по вашему мнению, может каким-то образом привести к реальной отставке госпожи Шуплински, вот все-таки какова итоговая цель всего этого? Итоговая цель такова, чтобы привлечь внимание на более актуальные вопросы в секторе образования и науки. Конечно, мы тоже понимаем, что голосует за демиссию министра парламент, и если мы знаем, как образуется коалиция, мы реально видим, что, ну, они не проголосуют за демиссию, но нам было очень важно, чтобы сектор образования и науки видел, что все другие способы нормальной коммуникации как социальным партнером уже невозможны, и, по крайней мере, есть часть вопросов, которые мы, ну, как требование выразили, да, они решаются в какой-то части, да, да, документы, мы отправили документы в парламент и премьер-министру, ждем ответы, да, насчет, ну, насчет этих требований, и это тоже важно, что, ну, что, чтобы сектор чувствовал, что мы стараемся решать актуальные, ну, нужды, проблемы и разными путями, и всегда мы стараемся привлечь и другие организации, которые, которых, ну, в которых касается тоже конкретный вопрос, да, и поэтому, ну, не зря я, не зря мы тоже, ну, выработали такое письмо, которое подписали 13 организаций, там три требования, да, чтобы улучшить диалог, коммуникации, чтобы реформы были обеспечены с ресурсами, и чтобы, когда вырабатывают реформы были, ну, не включены, но чтобы тоже участвовали социальные партнеры и партнеры по сотрудничеству, да, и такое письмо подписали 13 организаций, это все-таки что-то значит, да, а демиссию мы требовали как профсоюз, потому что действительно в периоде двух лет, когда полномочия, да, практически два года у министра есть вопросы, которые мы никак не можем решить, да, с госпожой Шаплинской, и остались еще два года, и мы хотели понять, какие вопросы она все-таки будет решать, и как будет решать, да, и какие вопросы нет, ну, я считаю, что это наша обязанность, если министр не понимает и не слышит мирным путем наши аргументы, тогда переходит какой-то период, когда это не только предложение, но это уже требование, и как мы видим, при такой риторике, к сожалению, да, и с другой стороны мы можем радоваться, тогда министр уже начинает, ну, какую-то проблему решать. По нашему мнению, это так не должно быть, но если другого языка не понимает министр, что надо заботиться о тех, которые реализуют все эти реформы, маленькую, большую или новую, или которую она наследовала, кто же эти реформы реализует, на благо кого, на благо нашего будущего, наших детей, наших студентов, и мы должны обеспечить необходимые разные ресурсы для того человека, который реализует каждый день эту реформу. Вот около года назад, если я не ошибаюсь, в разгар вот этого скандала с зарплатами, с повышением зарплат учителям, вы обращались также в Еврокомиссию, ну, в европейские инстанции, назовем это так. Вы допускаете ли вот еще повторного, например, обращения в Евросоюз, уже, скажем так, в центр, и чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию? Да, мы использовали этот инструмент, потому что мы знаем, что бюджет, когда вырабатывают бюджет в Латвии, да, тогда это надо согласить со сканет. Ну, согласовать. Согласовать с Еврокомиссией. И Еврокомиссия в периоде уже многих лет, ну, выражает такие, как, ну, рекомендации, да, дает рекомендации, и особо эти рекомендации касаются сектора науки, да, и они указывают уже в периоде многих лет, что надо инвестировать в науки, чтобы было инновации, чтобы делась экономика, чтобы было новое изобретение, новые услуги, новый товар, и об этом уже сколько лет, ну, рекомендует Еврокомиссия, и поэтому мы считали, что наша обязанность информировать Еврокомиссии, представителя Еврокомиссии, что они могут давать эти советы, но они не соблюдаются, и почему они тогда соглашают этот бюджет. Да, мы получили ответ, что это все-таки приоритеты Латвии, да, и мы знаем, что есть государства, которые исполняют эти рекомендации, но это, опять-таки, политическая воля, да, будет это приоритет или не будет это приоритет, и поэтому очень жалко, что у нас, опять-таки, разные приоритеты, всегда деньги находятся, но в чем же мы конкурируем, да, у нас на какой ресурс, с каким ресурсом мы можем, ну, конкурировать с странами, которые у нас по соседству хотя бы, это, конечно, интеллектуальный ресурс, да, и, ну, и наука, да, и эти все изобретения, и если мы там не инвестируем, ну, это, это уже можно сказать, ну, это, это только доказывает, что политики не думают о долгосрочном, да, периоде, и если даже мы понимаем, что мы конкурируем в Евросоюзе между собой, и Еврокомиссии сколько лет, ну, привлекает внимание Латвия, это уже СОС, вам надо инвестировать в науке, да, больше, и посмотрите, как в науке, да, и если это даже не слышат, это, это несерьезно, это действительно, это как уже, извините, Нозея Комс, да. Ну, получается так, что Европа рекомендует, а Латвия как бы игнорирует это, ну, просто, может быть, Европа могла бы как-то жестче этот вопрос поставить, если так. Довольно много вопросов таких, где они дают рекомендации, да, и полагаются на то, что, ну, государства, сами политики понимают, насколько это важно. Строже мы этот вопрос переговорили и с депутатом Европарламента, что еще можно сделать, да, потому что, конечно, с одной стороны, это, ну, так неловко себя чувствуешь, что ты жалуешься Еврокомиссии, что в Латвии не соблюдают все действующие законы, где в других странах это, ну, приоритеты, это само собой ясно, да, где надо инвестировать и понимают, какой будет позитивный результат от этой инвестиции, да, но закон есть закон, и мы об этом напомянули, да, и этому, ну, Еврокомиссии, но, по крайней мере, мы продолжаем эту объяснительную работу, да, и работу с представителями парламента, но тут ясно, что пока все политические партии, которые в коалиции, ну, это, ну, как сказать, продолжается, к сожалению, когда вырабатывают очередной бюджет, это каждое министерство по себе, да, и чтобы получить больше денег для себя, но пока не поймут политики, что это приоритет общий, да, и что тут за поддержку, больше поддержку для науки, что нельзя делить, потому что наука касается всех секторов, не только сектора образования, но всех министерств, ну, тогда и будем так писать, продолжать писать эти письма и каждый год требовать, как профсоюз в бюджете, чтобы были дополнительные деньги для науки. Вот по поводу приоритетов, кстати, один из редких вопросов, не касающихся коронавируса, тоже так, может быть, не остро, но определенные дискуссии вызвал, это вопрос военного образования в школах. Министерство обороны добилось того, что с 24-го года должны ввести вот эти уроки обороны, при этом, например, партия прогрессивная предложила все-таки отказаться от этой идеи, потому что она, по мнению, по их мнению, такая довольно сомнительная. Вот как вам кажется, какую позицию вы занимаетесь? Здесь еще дополнительная ирония в том, что оборона это именно то, что у нас, наоборот, в приоритете, и очень большие средства тратятся на эту сферу, а не на, например, образование и здравоохранение. Ну да, то, что касается этого вопроса, по-моему, это уже предведущий парламент и правительство приняли такие решения, такое решение, да, и там есть в новом содержании, да, как это все будет реализоваться. Не могу не согласиться с тем, что вот это тоже, ну, касается того, что безопасность – это приоритет номер один, как мы видим и по политическим документам, да, и по финансам. Я думаю, что надо все-таки посмотреть, как это будет реализоваться в практике, какие будут, ну, плюсы, минусы от этого, да, но надо и посмотреть, как будет реализоваться новое содержание, ну, как вы правильно сказали, может быть, сегодня надо больше говорить о безопасности здоровья, да, как себя уберечь и такие навыки, как хотя бы коммуникация, да, и, ну, как конфликты решать, как сотрудничать между собой. У каждой сферы есть свои приоритеты, но тут, ну, тут действительно сфера безопасности, но они уже политически, да, такой вопрос подняли довольно высоко. Я думаю, что на сегодняшний день какую-то большую критику выразить трудно, надо посмотреть, как это будет в практике работать. То есть ваша позиция, если я правильно понимаю, вот урокам обороны в школах нужно дать шанс, а там посмотрим. На сегодняшний день я скажу, мы над этим вопросом, что касается, да, реализации, мы не были включены, ну, так, чтобы, ну, действительно сказать, что в этой программе хорошо или плохо. Мне надо тогда, ну, как сказать… Ну, отдельно, я понял, заняться. Ну, да, тогда надо действительно вглубиться в эту тему, но так, чтобы, ну, то, что концептуально недопустимо все-таки, да, что вот есть какая-то тема, которая будет вот самая важная, да, а остальные все вы там можете подождать и не на таком приоритете, и не с такими, ну, ресурсами, чтобы одну или вторую, да, идею реализовать, которая тоже очень важна, и показать, что вот это самое-самое главное сейчас, ну, можно поспорить, да, ну, хотелось бы все-таки видеть действительно, как это реализуется и какие там, ну, эти плюсы от всего этого, потому что там наверняка будет и занятие, насколько я, ну, так я говорю глубоко, но не углублялась, да, в эту тему, но все-таки там будут и такие практические навыки, да, и это будет связано и с другими учебными предметами, да, и, ну, потому надо проанализировать, как это будет реализоваться, и потом это можно, конечно, ну, усовершенствовать, что-то уменьшить, что-то выбрать, какие-то темы, да, и посмотреть, насколько много эта программа нужна, что-то сократить. Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Инга Ванага, глава профсоюза работников образования и науки была у нас сегодня в программе «Разаурат». Спасибо вам, я, Андрей Лешкевич, всего доброго и хорошего дня. Спасибо вам тоже, всего доброго. Час в час, минута в минуту, радио. Балтков.